Здравствуйте! В эфире новости к этому часу. По заявлениям Минобороны России, наша победа с каждым днём всё ближе и ближе, в отличие от вражеских ракет, которые с каждым разом летят всё дальше и дальше. И у нас прямое включение из Керчи, где на территории местного судоремонтного завода якобы произошло какое-то незначительное ЧП с нашим боевым кораблём «Аскольд». С нами на связи наш собственный корреспондент Герман Лупоглазов. Герман, вы в эфире. Мужики, а эта корыта точно ещё минут пять на плаву продержится? Точно? Ну тогда успеем. Герман, вы в эфире. Ух ты ж, ё, добрый вечер в студии. Прямо сейчас я нахожусь на причале рядом с этим красавцем. Вы только посмотрите. Новейшим малым ракетным кораблём «Аскольд» проекта 22800 «Каракурд», который был спроектирован нашими лучшими корытоделами. Прямо здесь, в Керчи. Можно сказать, с нуля до нуля. Скажите, пожалуйста, что с кораблём? С ним всё в порядке? Конечно, всё в порядке. Состояние корабля идеальное. Я, как бывший перекуп, могу уверенно сказать, кораблик просто лялечка. Не битый, не крашеный, без пробега по чёрному морю. Внутри, можно сказать, полный фарш. ТО делалось вовремя. Ничего не гремит, не тарахтит. Короче, сел и поехал. Ну, в смысле, поплыл. Единственный минус. Салончик немного прокуренный. Я так понимаю, любили тут покурить. Но это не проблема. Думаю, год-два с открытыми окнами постоит, проветрится. Сразу хочу сказать, не обращайте внимания на его внешний вид. В данный момент корабль специально замаскирован от внезапных атак противника. Простите, отсюда плохо видно. Я так понимаю, это какая-то маскировочная сетка. Ну, в данном случае это маскировочная дырка. Для чего она нужна на корабле, пока непонятно. Но специалисты заявляют, что если наше ПВО и дальше будет так сбивать все ракеты, то подобные дырки будут установлены на всех наших кораблях. Ну, а пока что таких уникальных дырок в России всего две. У этого красавца и у Филиппа Киркорова. Ну, а это так, отступление. Все же вернемся к нашему кораблю, которому уже можно сказать, Попа... Простите, по последнему слову техники установили новейшее вооружение. Да-да, расскажите о его боевых особенностях. Ну, смотрите, до того, как он был атакован, он способен был нести на себе целых восемь калибров. Герман, простите, вы сказали, корабль был атакован? Нет-нет, я хотел сказать, не атакован, а доукомплектован был еще тремя ракетами скальп французского производства. И если заглянуть в эту маскировочную дырку, то можно убедиться, что эти скальпы здесь точно побывали. Таким образом, как вы понимаете, аскольд это единственный своего рода не только ракетоносец, но еще и ракетоловец. Можно сказать, первый в истории корабль, который поймал целых три ракеты, ни разу не выйдя на боевое дежурство. А по своему функционалу это чудо отечественного металлолома, простите, кораблестроения можно смело сравнить с крейсером Москва. Единственное его отличие в том, что Москва был непотопляемый, а этот, скажем, прямо непробиваемый. Точнее, прямо непробиваемый, а вот если сверху или сбоку, то в принципе пробиваемый. Скажите, какова численность экипажа данного корабля? Да, смотрите, в данный момент количество экипажа насчитывает где-то 39 временно безработных людей. Простите, а почему безработных? С чем это связано? Ну, если простым языком, то экипаж временно не может нести службу на корабле, ввиду того, что корабль временно не может нести на себе экипаж. А в чем, собственно, причина? А, дело в том, что на нем был обнаружен один большой дефект, который необходимо было срочно устранить. Какой именно? Ну, по версии украинских спецслужб, весь корабль это и был один большой дефект, и они его временно устранили. То есть вы хотите сказать, что аскольд восстановлению не подлежит? Ну, почему же, возможно, и подлежит, но для этого ему надо пройти два главных испытания. Каких испытания? Временем и ржавчиной. Тут, кстати, про него уже и песню придумали. Врагу не сдается наш гордый аскольд, пусть гордо стоит и ржавеет. Студия! Ну, что ж, спасибо, Герман, на этой моржовой ноте, простите, моржовой ноте, да что ж такое, мажорной ноте. Мы прощаемся с вами и, судя по всему, с кораблем аскольд. До новых встреч!